ну вот куча полиции что опять это обозначает я не знаю полиция справа полиция сбоку в пору одевать маску говорят за это будут везде штрафовать не знаю но нет вроде я смотрю все москвичи без масок ходят так что сегодня за день тут вот смотрите оба полицейские оба с оружием с пистолетами стрелять будут да я наверное попал на какой-то митинг или что или это обычная ситуация вблизи красной площади я хотел вообще на красную площадь пройти но пойду-ка я однако за этими служивыми которые куда-то так уверенно идут вот наверно они меня приведут в какое-нибудь интересное место приходится телефон держать совсем близко к арту потому что сильный ветер тут вдруг появился я радовался что его не было а теперь появился так что извините что будете слышать все мои придыхание чмоканье и хрюканье ой они быстро идут я за ними не успею может не надо не ходить ладно не пойду я однако весь центр кстати говоря всегда наполнен вот этими машинами с мигалками кричалками ворчалками он их сколько ездит у что-то много точно что-то здесь происходит а я вот вне политики оказался пока вообще надо сказать спасибо москвичам потому что они в отличие от большинства россиян как раз проявляют политическую активность а мы там в провинции сидим молча а вот меня так удивляет удивляет я это по моему говорила еще скажу москва это по сути дела рай для русского человека но для россиянина это самый лучший город безусловно это безусловно самый благополучный город здесь живут самые удачливые люди именно сюда сбегают все самые умные самые предприимчивые самые талантливые и здесь как-то пристраиваются до москва сконцентрировала все лучшее оставив провинции все худшие так получается и тем не менее меня что удивляет и тем не менее меня удивляет почему москвичи недовольны они проявляют такое впечатление что они проявляют недовольство или как это называется сопротивляются оппозиционируют за всех за нас за за всех терпил которые в наших городах там в иркутске еще где-то сидят на диванах а москвичи в общем то выходят под дубинки под неудовольствие мягко выражаясь властей и отстаивают какие-то права в то время казалось бы у них здесь все есть у них здесь полный правопорядок и вообще все хорошо и тем не менее давайте отдадим должное и скажем вам спасибо за то что они радеются снова что-то происходит не знаю сегодня в новостях узнаем ладно а я однако пойду на красную площадь попробую попасть а потом пойду в старую москву порисовать продолжим полиция вот там вот там вот там и вот там впереди полиция а макдональдс я смотрю всегда до макдональдс всегда очередь между прочим я здесь который раз бываю который раз я вижу эту очередь да она здесь выдачи в общем то но все равно народ стоит зачем-то вот тоже очередь мак кафе вход очередь вот такие интересные дела а там где-то в подземном переходе мы видели художников элитных которым позволено рисовать в подземном переходе который мне объяснил что мне там не разрешено рисовать а ему разрешено ну мы сейчас до него не дойдем надо где-то присесть и порисовать а то я сегодня уже полдня ничего не рисовал а что порисовать может быть полицейских не пора ли начинать рисовать людей мы здесь были два месяца назад или месяц и все это рассматривали кстати говоря здесь была вода сейчас воды нету и давайте посмотрим дно которого не было видно все кончились фонтаны кончилась вся красота летние да спасибо и со мной тоже я вчера про этих персонажей рассказывал сегодня она любезная а вчера я когда на нее направил этот самый объектив то они были очень недовольны но это же их работа это же их деньги фотографироваться за деньги а тут ходят и все их так вот бесплатно снимают им это не нравится они такие недовольные вот такая участь тяжелая неказистая жизнь российского артиста на Красной площади я снова на Красной площади слава богу сегодня нет ветра и достаточно тепло но я опять неурочно и опять я смогу попасть к кремлевской стене кстати говоря полиции как всегда здесь очень много я спросил тут местного полицейского а можно ли пройти-то к кремлевской стене поклониться героям России он очень неохотно надо сказать видимо ему не положено отвечать как всякому постовому что ли я не понимаю он очень неохотно но я не снимал эту сцену вот вон он стоит там вот а зато проходят какие-то люди очень странные вот видите там они проходят ходят здесь очень много людей такой в штатском военной внешности мужик какой-то шел с таким большим-большим чемоданом похожим на снайперскую винтовку знаете как это носят всякие шпионы такой вот вокруг этой кремлевской стены да вот видите вот ходят вот такие вот серьезные люди а простые люди не ходят полиция стоит ну короче мне не очень довольный полицейский сквозь маску там так сказать сквозь зубы сказал в часы посещения мавзолея вот трудно им видимо им нельзя отвечать что ли нельзя давать эти самые как их справки что ли ну тогда я его переспросил а когда часы посещения мавзолея он мне сказал идите смотрите расписание ну вот все вот так вот сложно серьезно прямо вот ой 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 я не знаю что сегодня за день такой или это всегда здесь так кстати говоря а там опять что-то рахтит опять что-то ремонтирует кремлевской стене видимо а там наверное новое захоронение готовят слышите вот слышите там это сверлят видимо место под очередную урну так давайте проверим кто у нас в ближайшее время уйдет в эту стену давненько кстати говоря в эту стену никого не хоронили и здесь тоже вот там я вижу ну ладно мы еще сюда придем здесь вот пацаны сидят на бордюрчике а полицейский с синим околышком это все-таки не полиция это что ФСБ у них на фуражках то синие околышки вот сейчас заменили и нету нигде ну и где мне это расписание найти это теперь почетный караул заменили значит на вот доступ граждан к музолю и Ленина и местам захоронения кремлевской стены открыт по вторникам средам четвергам субботам и воскресеньям с 10.00 до 13.00 а почетный караул теперь заменили вот этими бравыми ребятами почетного караула нету у Ленина ну ладно я не знаю я правда не знаю нужно ли вообще вот эта мумия Ленина которая здесь лежит это вопрос этический физиологический биологический религиозный и так далее однако в истории известны все эти мумии фараоны пирамиды кстати обратите внимание ведь мавзолей Ленина построен по канонам пирамиды египетской по всем канонам так Чусев ее и задумывал в свое время и внутри этой пирамиды лежит мумия отсылка такая к египетским фараонам между прочим ну кому интересно погуглите в этом мавзолее кстати говоря злые языки находят очень много знаков каких-то там сатанийских и так далее и так далее там всего можно понапридумывать мистифицировать но я стараюсь как бы сказать не знаю как верно выразить мое отношение я не то чтобы подобострастно к этому отношусь но я отношусь с уважением к истории вот в конце концов вот эта красная площадь вот эта кремлевская стена вот те фамилии которые здесь вот в этой кремлевской стене героев захоронены или как это называется так вот это же это наша история она может быть хорошая она может быть плохая это как наши родственники это как мои родители это как их родственники там было все это несчастное поколение а может быть счастливое кто из них прав кто виноват вы сейчас вот мы вы сейчас можете сами сказать праведно ли вы живете правильно ли мы поступаем верно ли мы все это делаем не грешны ли мы так вправе ли мы действительно вот так вот поносить причем от слова понос то что делается вот сейчас с нашей историей нет конечно люди которые оскверняют сами свое собственное прошлое не достойны вообще существовать и кстати говоря я думаю что вот эта нация которая сегодня отказывается от своего прошлого которая порочит все что было и хорошего и плохого который стыдится своей истории эта нация она вот она она у меня как то слов сейчас здесь нет другое место другое настроение да для меня это место оно будем говорить святое у меня была Родина я в ней воспитывался меня этой Родиной лишили вот это остатки моей Родины и я с уважением сюда прихожу я пройду вдоль стены еще когда мне позволит новая власть в часы расписания и даже скажу вам в мавзоле а вы можете на меня плевать как плюете на нашу историю это я обращаюсь к моим оппонентам из фейсбука иркутским Михаил там Виталий еще есть десяток людей которые дико ржут при упоминании Кремля революции Ленина Советского Союза просто пышет злостью мне почему-то вас жалко идем гулять в заряде что ли порисуем пока еще нас не пустили к дедушке Ленину хе-хе-хе вот этот храм а там что-то с мининым и пожарским делают я не могу понять ну я сейчас подойду туда посмотрю что это за конструкция такая вокруг них а я оказался в удивительном месте я прямо буквально рядом со Спасской башней знаменитой вот она вот она знаменитая Спасская башня Кремля я не могу не поделиться своим уникальным знанием Москвы вы помните вот за этим вот собором я вчера рассказывал про платный туалет со 60 рублей ну какое счастье для москвичей то вот посмотрите вот она Спасская башня справа там служебный вход а слева я вам покажу одно секретное место пойдем вот оно главное достояние московского Кремля бесплатный общественный туалет режим работы круглосуточно как вам это нравится ну ладно камеру я выключаю я не могу не поделиться чтобы не показать этот мраморный великолепный интерьер ну безусловно ну безусловно это лучший туалет в России и сделан он видимо судя по всему из того же самого гранита из которого сделан мавзолей вот вот такой вот сюда вход и вот такое вот уникальное место правда посмотрите точно самый лучший туалет в России из мрамора нет мрамор это гранит ой елки-палки а там внутри да белый мрамор ну что пошли в город черт возьми какой приятный позитив да я я я под большим впечатлением от посещения Спасской башни Кремля людей здесь на площади очень много очень много полиции ну вот сейчас в кадр не попадает зато очень много вот ребят таких вот спортивного вида наблюдающих как бы ненароком за жизнью на площади есть какие-то странные тоже ребят спортивного вида которые туда заходят выходят вот из этих служебных выходов видел какого-то товарища с каким-то таким чемоданчиком знаете как в детективах снайперские винтовки носят вот спокойно шли разговаривали и судя по тому как они встретившись с какими-то двумя другими так это раз поздоровались поговорили я понял что они здесь как бы вот на службе по их виду вот как и вот эти ребята зачем мы ходили-то в одинаковые эти куртки ну ладно так что тут у нас происходит вход в Покровский собор храм Василия Блаженного а вот здесь какие-то леса строительные реставрационные работы вот так вот по сохранению ну понятно ну и ладно памятник федерального значения будут реставрационные работы а вот что это как вы думаете да это тряпочкой укрыт фасад прямо здесь на Красной площади все-таки не хватает времени и денег быстро-быстро за одну ночь его отреставрировать а именно так по-моему надо было бы делать на центральной площади страны не держать вот этот фасад долгое время под красивым баннером а быстро за одну неделю отреставрировать это вполне возможно при современных это вполне возможно при современных технологиях народу много полиции и милиции и охраны всяких во всякой форме во всякой форме и серый военно-полевой будто они сюда на войну пришли и в какой-то черной ну тут уже вообще даже аналогии страшно произносить полиция в черной форме с чем у нас ассоциируется и вот ребята в каких-то одинаковых курточках наблюдающие за за нами и и еще тут я видел да с синими околышками фсб служивые и вот автомобили полиции ну короче говоря ну ну разве можно возражать против такой охраны да я давно говорил что то я не вижу полиции на улице города нет в москве все нормально с этим по крайней мере на красный полиции ну и надо отдать должное люди сюда приходят да ну а я отсюда сейчас ухожу все таки мне надо еще москву порисовать сегодня слава богу хороший добрый теплый день а вот и девушки полицейские в такой интересной одежде да ой елки палки как я жестоко ошибся это не девушки а это мужчина и женщина в униформе буквально в униформе поскольку она унифицирована ладно пора идти с красной площади пока меня здесь пока меня здесь не арестовали потому что здесь такое пристальное вообще наблюдение за каждым твоим движением за каждым шагом а вон ну как вот этих вот вот мне снять ну надо да вот это же попрыгать на фоне я без этого не уйду надо обязательно снять вот этих вот веселых ребят веселые ребята да ну как на фоне кремля это вот это между прочим здесь постоянно вот это вот шоу вот она наша история отлично отлично вот на этом мы наверное и закончим с и в в и и и и и и и отнеслись не стали на меня обижаться весело все это делают да и я собственно на них не в обиде вот ну что делать это наша история ну я им посоветовал говорю а вы напротив мавзолея не пробовали так попрыгать они на полном серьезе мне говорят мы пробовали нас прогнали все 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 ухожу ухожу пока не прогнали меня я сюда еще вернусь и Субтитры подогнал «Симон»